Всем привет, это Мисуми. Сегодня я буду дорисовывать арт, который я начала рисовать еще дня три назад. Так, ну, можно сказать, основными цветами я уже арт покрасила. Сейчас я буду прорисовывать волосы, майку и фон. Начну с прорисовки волос. Вначале я их нарисовала темно-коричневым цветом. Теперь добавляю такой ближе к аранжеватому блики на волосы. Ну, как вам было видно раньше, я рисую в фотошопе. Для каждой, можно сказать, детали я рисую... То есть отдельно для волос, отдельно для майки, отдельно для фона я использую свой слой. Сейчас я прорисовываю волосы. Это вот здесь слои находятся в фотошопе. Периодически я буду посматривать на оригинал. Чтобы знать, правильно ли я рисую или нет. Так, сейчас я вот рисую желтым цветом. Таким, можно сказать, солнечным. Солнечные блики добавляю на волосы. Так, это очень нужно... Большое умение, большая аккуратность, можно сказать, чтобы не залезть за края. Чтобы смотрелось все очень хорошо. Идеально, можно сказать. Так, сейчас я рисую темные участки на волосах. Это надо было сделать еще шага два назад. Но, как известно, хорошая мысля приходит опосля. Я забыла, и поэтому рисую уже поверх светлых бликов. Ну, кое-где поверх, кое-где нет. Так, это, можно сказать, темный цвет придает волосам глубину. То есть они выглядят уже более усложненно. Вот, посмотрите сравнение. Так, сейчас я выберу цвет потемнее. Это очень удобно в фотошопе. Можно, если вас не устраивает текущий цвет, можно щелкнуть по нему кнопкой мыши и выбрать, и добавить в набор нужный цвет. Так, сейчас я прорисовываю нижнюю часть волос. Она у меня, как вот на оригинале фото, более темнее, чем светлая. Поэтому ее буду рисовать в темных тонах. Темно-коричневые, черные. В таких тонах. Так. Вот это, здесь у меня возникли небольшие трудности, потому что здесь есть тоненькие пряди. Их надо тоже прорисовать, чтобы они были темными. Вот, надо аккуратненько прорисовать. Так, вот, как это смотрится. Так, хорошо смотрится. Так, теперь, теперь выберем... Так. А, насчет кисточки хотела сказать. Я основной цвет рисую кисточкой без размытия. Широкой, можно сказать. А уже блики, темные участки я рисую кисточкой с размытыми краями. Так, цвета не выделяются плавно. Один цвет переходит в другой. Так, вот сейчас я темно-коричневым цветом прорисовываю темные участки на волосах. Но не везде, не по всей поверхности, а кое-где. Как на оригинале. Смотрю, чтобы все было... Так, вот здесь надо кусочек прорисовать. Так. Вот, как на оригинале, но это мимолетно. Так, теперь мы будем прорисовывать белые блики. Ну, их не стоит, не стоит с этим перебарщивать, рисовать очень много, наляписто. Нужно так, кое-где, как вот по сравнению с оригиналом, где может быть свет. В зависимости от жирности волос. На жирности, да, сальности, еще скажи. Ну, просто на выпуклых, можно сказать, на таких участках. Нет, на жирных. Ладно, на жирных. Хорошо, хорошо. Так, теперь вот на верхней части волос мы прорисовывали белым. Сейчас у нас такой светло... Ну, вернее, серый цвет. Вот так. Тоже кое-где добавим бликов. Это придаст объема волосам. Если... Из жира. Ах, да, из жира. Так, вот как это выглядит. Теперь мы объединим два слоя. В фотошопе есть такая замечательная кнопочка «Объединить слои». Связать слои, я бы сказала. Ну, вот у нас получилось два слоя объединили. Получился один. Теперь мы сделаем кисточку побольше. И пройдемся-ка мы по фону. Фон у нас будет зеленым. Вначале я нарисовала его чисто темно-зеленым. Сейчас добавлю такого, как светло-зеленого свечения. Чтобы хоть как-то... Я вообще-то не любитель рисовать фонов. Вот так, так, так. Тут с салатовеньким уже. Я не любитель рисовать фонов. Тут как можно проще в фотошопе их рисую. Однотонно. Потому что мне кажется, это очень красиво. Мне почему-то очень нравится. Как фотошоп красочно ярко рисует. Так, сейчас я буду рисовать буквы. До этого я использовала обычный такой синий нейтральный цвет. Сейчас я придам... Вот, рисую светло-светло-голубым. Это светлые участки. Блики, можно сказать. Светлые участки. Кстати, удобность слоев обусловлена тем, что, если вы заметили, сейчас я рисую последние буквы этого слова. Вот сейчас вам будет видно. Я, можно сказать, залажу на участке волос. Но на волосах-то голубого цвета нет. То это связано с тем, что один слой, на котором я рисовала волосы, расположен над слоем, где я рисовала надпись. Поэтому один слой перекрывает другой, и у меня цвета друг на друга не залазят. Вот сейчас я крашу темные участки букв. Так, вот. Теперь я их объединю. Это как бы законченная работа, чтобы меньше просто слоев было, чтобы не путались. Так, это у нас фон. Это слой с майкой. Как видим, на майке там такие красно-оранжевые, как словно взрыв. Сейчас я попытаюсь это нарисовать. Я очень долго думала, как мне это сделать. Но, так вот. Я просто сделала кисточку побольше, взяла размытую кисточку. Ну, теперь я просто подбираю нужный цвет. Там же есть у нас и красный, и оранжевый, и желтый. Вот думаю, какие вначале нарисовать. Вначале нарисовала красным. Потом я, вот сейчас думаю, ищу размер кисточки. Ну, думаю, вначале нужно сделать таким светло-оранжевым. Вот, как здесь. Потом добавить немного... Так, чуть меньше кисточку сделаем темно-оранжевого, потом красного. Так, ну, вот, в принципе, у нас тут всё учтено. Волосы, надпись. Так, ну, объединим сейчас эти слои, чтобы они нам не мешали. Вот эти два слоя. Пятый и четвёртый. Объединяем их. Так, выделили. Засвязали всё. Теперь, вот он, оригинал. Свернём его. Можно сказать, нам нужно добавить отличительную черту художника. Это и Watermark. Как бы подпись художника. Так, где бы нам её поместить? Поместим её вот здесь. Ну, тут она была раньше. Теперь, так, надо слои по... Вот, хорошо, она видна. Всё хорошо. Теперь будем сохранять. Я обычно сохраняю и в формате Photoshop, и в формате JPEG. Но в формате Photoshop, на всякий случай... Так вот, как она у нас? Вот такая у нас работа получилась. Продолжение следует...